Класс 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 Звучит Класс 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 Звучит Звучит Да здравствует солнце, да здравствует солнце, да строится тьма. Любовь и дружба, солнце, Пушкин, могущественные слова. И не одних ли на опушке нам распускается листва, И молодея не одних ли, стареющая молодежь, И не принехли в душах стихли зло, низость, ненависть и ложь. Да, светозарные лазорны, как ты, весенняя листва, Слова, чьи звуки чудотворны, величественные слова. Есть имена, как солнце, имена, как музыка, как яблони в рассвете. Я говорю о Пушкине, поэте, действительно, в любые времена. Да, да. Это, да. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 Вдали от милого в неволе, Зачем мне жить на свете боли? О, ты, чья гибельная страсть Меня терзает и лелеет. Мне не нужна злодея власть, Людмила умереть и верит. Не нужно мне твоих шатров, Ни скучных песен, ни пирог. Не стану есть, не буду слушать, Умру среди твоих садов. Милый друг! О, нет, его походка, Стань, как плетья норвача в туман, И на ноги живая ран, Не может быть, Руслан, ты здесь. А там, Бог в поле, Весь врагами, Листая в лапах, как в огне, Чудесный воин на коне, Прозон несется, Колик, Рубик, левущий ром, Летая, трубит в пол, Он летит, как божий гром, С каким-то кайфой за сеглом, Тебя не просыщет грозь вечер, Тебя не промчится конь сердит, И здесь летают лавы с плеч. Дела до дно, в минувших дней, Предания стойны глубок. Сказок царя Салтания. Три девицы под окном, Пяре поздно вечерком. Кабы я была царица, То на весь крещённый мир Предготовила б я пир. Кабы я была царица, То на весь мир мир одна, Над головой палатом. Кабы я была царица, Я для батюшки царя родила богатыя. Здравствуй, красная девица, Будь царица, И роди богатыя. Не-е-е-е, к исходу сентября. Вы ишь, голубушки-сестрицы, Выбирайте с ней светлицы, Выезжайте, след за мной, След за мной, И за сестрой. Будь одна из-за скачиха, А другая повариха. Сказка учит нас добру, Учит быть на всех мудрее, Там добро на каждых слов, То добрее, то сильнее. Сказка учит нас добру, учит нас всем мудрее, Вот царица наряжается, Перед зеркальцем сварим, Перемолвайся с ним. Я, скажи мне, Всех милее, Всех румяней и белее. Ты прекрасна, спору нет, Но царевна, Всех милее, Всех румяней и белее. Ах ты, мерзкое стекло, Это врешь ты мне на зло, Как тягаться ей со мною, Я не дурь-то успокою. Вишь, какая подросла, Признавайся, Всех я прошу, Обойди все царство наше, Хоть весь мир неровный нет. Так ли? А царевна все ж милее, Все ж румяней и белее. В этой сказке любовь и преданность, Спасут и оживят царевну, А завистливая мачеха Будет наказана, А сказка закончится Свадебным пиром. Что за чудо глуп в долине, И сердце гордый пирский шатер, Распохнулся и навстречу мне кривится, Шамаманская царица. Царю мог, не глядя в очи, Как перед солнцем диться ночи, Но я перед одолгом улыбнулась и с поклоном, За руку ее взяла и шатер свой вела, Как за стол его создала, Всяким ясным угощал, Уложила отдыхать на ночевую кровать. И потом медленном, Показе, всесловно, Околтовый носочек, Вировал в ней, Законечив путь обратно, За своей силой ратной И пицей молодой. А, здорово, мой отец, Что скажешь, Пой ближе, что прикажешь? Царь, помнишь, За мою услугу Обещал ты мне, как друг, Полю первую мою Ты вспомнишь, как свою, Подаришь ты мне девицу, Шамаханскую царицу? Что ты? Или без тебя вернулся, Или тысячу вернулся? Я, конечно, обещала, Дом всему уже звониться, И зачем тебе девица? Попросит от меня хоть казну, Хоть чинь ворожки, Хоть полцарства моего? Не хочу я ничего, Подари ты мне девицу, Шамаханскую царицу. Так визженет, Ничего ты не получишь, Скажешь, как ты подвечник мучишь, Выразь соцел, пока. Ах, и стукнул старика. Сказка, но что огней намек, Добрый молодец, урок. Добрый день, уважаемые гости. Мы надо приветствовать вас В нашем лидературном салоне. Сегодня победители конкурса чтенцов, Кускушкин, Каждое в сердце отзовется, Представим вам небольшую Лидературную композицию. Неумолимо время учиться На пускай троих в почтовой, И век уже не повторится, В котором Пушкин идет смерть. Уже иное наше время, И балок нет, И нрав дым голый, Но как тогда молодое племя Снимется Пушкину душой? Пушкин, поэт-пророк, Эхо своего времени Перед свойность. Поэт — это одинокий творец, На котором подозвонна величайшая миссия Нести прекрасное и возвышенное Родмастер. Род творца в истории своей страны, Его величайного общества. Этому непростой вопросу Посвятил Пушкин свое сохранение Поэт и друг. Поэт — полив вдохновенный, Рукой рассеянный прицал. Он пел, А хладный и надменный, Кругом народный посвященный, Ему бессмысленно понимал. И толковал череп купая, Зачем это озвучно он поет, Напрасно ухо поражая? Какой он цель и нас ведет, А чего он принчит, Чему нас учит? Зачем сердца волнует, Лучит, как свой нравный чаротей, Как ветер, весь с него свободно, Зато как ветер и бесплотно, Какая польза нам от ней? Ты не ценишь пить педальский, Ты пользы, пользы в нем не зришь, Но право в себе ведь Бог? Так что же, печной коршок тебе дороже, Ты пищу в нем в себе варишь. Нет, если на небес исправник, Своя божественный посланник, Во благо нам употребляет, Сердца с нам против исправляет. Мы малодушные, мы коварные, Бесытные, мы неблагодарные, Мы сердцем хладные, Скорцы, клеветники, рабы, глупцы, Хнесятся глупо в нас пороги, Ты можешь прилижнего любя, Давай нам смелые уроки, А мы послушаем тебя. Паэт. Ходите прочь, Какой отдел паэту мирному за вас, Прозраться каменейте смело, Не оживить вас в моих глаз. Душе противны вы, как гробы, Для вашей глупости и злобы, Имели вы до сей поры Лечите в лице топоры, Довольно с вас, врагов безумные, В оградах ваших стульев шумных. Сметанцор – полезный труд, Но, позабыв свое служение, Алтами жертвоприношения, Средину вас метлу берут, Не для житейского волнения, Не для корысти, не для обид, Мы рождены для вдохновения, Для звуков сладких и молитв. Моцарт и Савелья – Одна из маленьких фрагетий Пушина, Которая взрывает особое место Пушинского последнего. Добро и зло, Зависть и страх, Смерть и смерть, Миниальность и мягкость, Вещи и неразвешенные конфликты Человеческой цивилизации, Из наслаждения чужих, Одной любви будет музыка. Но эпоха молодая, Писал поэт, Генрих и злодейство, Для вещей не совместило, Зло – начать любить мир, И создавать прекрасное. Но правды нет и выше. Для меня так это и ясно, Как простая реклама. Трудит я и шаг, И слушает первый путь, Преодолел я ранние невзгоды, Ремесло поставил я под ножем искусству, Я сделал все ремесленные, Перстал, придал послушную искусству беглость, И беглостью. Звуки умертых, В зыбу я разлял, как труп. Нередко, простите, в безмолвной кении, Два-три дня, позабыв и сон и пищу, Вкусив восторг и слезы вдохновения, Я сжег мой труд и холодно смотрел, Как мысли мои и звуки мною рождены, Пылая с легким дымом, присчезали. Кто скажет, чтоб солили горды, Был, когда они будут Завистникам презрены? Никто. А ныне, Сам скажу, я ныне, Завистник, Я завидую, Луком, Мучительно завидую, О небо! Где ж правота, Когда священный дать, Когда бессмертный гений, Невнаградный, Любви горящий самоотвержение, Трудов, усердий, Молений послан, А озаряет голову безумца, Гуляки праздновал. О, Моцарт! 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 Ты здесь? Давно? Я шел к тебе, Нес кое-что тебе показать. Что ты мне принес? Нет, так, бездель. На медней ночью Бессонница, Но я меня тонила. И в голову пришли мне Две-три мысли, Но сегодня их я набросала. Хотелось в коеме Слышать мнение. Представь себе, Кого вы, Ну, хоть меня, Не слишком, А сверху, Немного помоложе, С красоткой Или с другом. Такой всталки. Я висела. Вдруг, Иди, Моцарт! Незапного, Или что-нибудь такого. Ну, слушай же, Ты с этим шел ко мне, И мог остановиться у трактира, И слушать скрипача слепого. Боже, Ты, Моцарт, Бог, И сам того не знаешь. Я знаю! Я! Возможно, Но большинство мое Проголодался. АПЛОДИСМЕНТЫ Со мной на родне От селе Я вижу поток от рождения И первая гроза В обвалу движения. Здесь тучи сверенные идут Подо мной, Сквозь них Низвергая шупят водопады, Под ними утесов Ноги и громады. Там не живов тощий, Кустарник сухой. А там уже рощи, Зеленые сени, Где птицы щепечут, Где скачут олени. А там уж и люди Гриснятся в горах, И ползут овцы по злащим стрельнинам, И пастыри сходят к веселым долинам, Где мчий цар рано в семистых бригах. И нищий наездник дает смущение, Где в день играет зверя поместенье, Играет, и вон там зверя молодой, Зависит пищу из клетки железной, И бьет царь берег в рожей бесполезной, И лежит утесы голодной волной. Вообще! Нет ни пички ему, Ни отрады, Теснят его грозно немые громады. Люблю я прошу мечтать Про царских сердцвесят, Где слышно ручьё, Бегущуюся я не брал, Где дышит ветерок, Уснувшим на листах. И тихая луна, Как лебедь величавый, Плывёт в сревистых облаках. Люблю я прошу мечтать Про осень холодная, Чудное мгновенье. Поле без нас водит, Видно так ружей по сторонам. Посмотри, вон, вон, играет, Плюет, плюет на меня, Вот теперь во враг торгает Радичалого коня. Там вид, что он небывалый, Он торчал передо мной, Там всеркнул он искренний, И пропал во тьме пустой. Чатся тучи, Вьются тучи, Невидимкая луна, Освещает снег летучий. Мутное небо, Ночь мутна, Сил нам нет, Кружится поле, Колокольчик в полу, Коню встанет. Что там в поле? Кто их знает? Пенит волк, Вьюга злится, Вьюга плачет, Кони чуткие храпят, В полу желтого речи скачет, Лишь глаза в огне горят. Кони снова понеслися, Колокольчик, День-день-день, Вижу, Духи собрались, Сеть белеющих равнин, Бесконечные, Безобразные, В мутной месяце игре, Закружились песни разные, Будто листа в ноябре. Сколько их? Куда их гонят? Что там жалобно поют? Домового нахоронят, Ведьмуль замуж выдают. Пчатся тучи, Вьются тучи, Небедимкая луна, Освещая снег лепучий, Мутно небо, Ночь мутна. Пчатся бесы, Рой за рой, В беспредельной душе нет, Виском жалобным И воин Натрывают сердцами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пейзажная лирика Пейзажная лирика Пейзажная лирика Дает читателю возможность Насладиться чарующими звуками его поэзии Многое понятие поэта Это увлекательное путешествие Там живет волшебство Вся его поэзия Это место во вселенной Где живут сны Туда можно заглянуть на миг Или никогда Голод стихов острее голода еды Его поэзия Абсолютная свобода Никаких границ в описании природы Всех времен года Это сплошной, величественный Вольный танец слов И радостной весной И жарким надоедливым летом И чарующей осенью И студенной зимой Весной радостная легкость Зимой посещение пустых полей Летом желание напоить И освежить себя А осенью поют деревья И с хохотом летят золотые монетки Субтитры подогнал «Симон» 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 Что ликует и блестит Песня «Симон» Еще дуют холодные ветры И наносят «Симон» И наносят «Симон» «Симон» И наносят «Симон» И наносят «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И наносят 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 «Симон» А вы знаете, что Александр Сергеевич Пушкин Не любил лето Но он сумел найти поэзию Даже в прозе русской природы Глубоко русский человек Он сумел подметить в скромных пейзажах Именно то, что составляет тайну Их неизъяснимого очарования Ох, лето красное Любил бы я тебя Когда б не зной До пыль, до комары, до мухи Ты все душевные способности губя Нас мучишь Как поля мы страшим от засухи Лишь как бы напоить Да и свяжить себя Иной в нас мысли нет И жаль зимы старухи И проводив ее блинами и вином Поминки ей творим Мороженым и льдом И тем не менее Поэт находил в летних пейзажах Источник вдохновения И творческой энергии Пушкин часто описывал Свои корреспонденции Летние прогулки Встречи с друзьями И беседы о поэзии В родовом имении Михайловском Свежий воздух и природа Благотворно влияли на поэта За два года Проведенных в ссылке В селе Михайловском Он закончил поэму Цыганы Написал четыре главы Романа Евгения Онекин Создал историческую трагедию Борис Годунов Поэму Граф Нулин И множество Лирических стихотворений Хотите узнать Секрет такой Завидной продуктивности Тогда записывайте Распорядок дня Великого поэта Сначала ранний подъем Далее водные процедуры Классик шел купаться На реку Вода в ней была холодная Но это его не пугало С пером в руке Паэт трудился до обеда А затем Отправлялся на прогулку Пешком Или на лошади Пушкин Любил долго бродить На лоне природы В эти часы В его голове Рождались идеи Для будущих шедевров Например Классик признался Что сцену фонтана Трагедии Борис Годунов Он придумал Во время очередного променада Часто Облачившись В красную ситцевую рубаху Пушкин посещал Народные гуляния Поэт слушал Пегия нищих У Святогорского монастыря Рассказы слепцов На ярмарке Беседовал с крестьянами И записывал Народное творчество А вечером Вернувшись домой Наслаждался сказками От любимой яги Арины Родионовны Попробуйте провести Лето По рецепту Пушкину И возможно Муза Тоже вдохновит вас На великие дела Есть имена Как солнце Имена Как музыка Как яблоня В расцвете Я говорю о Пушкине Поэте Действительном В любые времена Вянет Вянет Лето красное Улетают Ясные дни Сделятся Тумани Насные Ночи В дремлющей тени Опустились Злачные Нивы Хладен Ручьёк Игривый Лес Кудрявый Посидел Свадь Небесный Попреднел Настала осень Золотая Природа трепетно Бледна Как жертва Пышно Убрана Поэтический мир Пушкина Словно Терем Расписной Лиловый Золотой Багряный Весёлый Пёстр Стракон Восхищает Благодарного Читателя Слова Как воздушной Плотиной Ткани Блестят Как серебряные Золотые Нити В каждой Пушкинской Строке А если Он пишет Об осени И осенью То стих Его Как янтарный Отблеск Созерцатель Пушкинская Стракон Полевой оглашено мое уединение И с образом любовницы дорогой Последнее слетело сновидение С небес уже скатилась ночи тень Зашла заря, блистает бледный день А вокруг меня глухое запустение Уж осень холодную рукой Главы берез и лип обнажены Она шумит с дубравых опустелых Там день и ночь кружится желтый лист Стоит туман на волнах охладелых И слышится мгновенный ветра свист Поля, холмы, знакомые дубравы Хранители священной тишины Свидетели моей тоски, забавы Забыты вы до сладостной весны Над омрачненным Петроградом Дышал ноябрь осенним хладом Плеская шумную волной В крае своей ограды стройной Нева металась, как больной Своей постели беспокойной Уж было поздно и земно Сердито бился дождь в окно И ветер дул печально воя И дни бегут Желтеют нивы С дерев спадает дряхлый лист В лесах осенний ветер спиц Певец певарных заглушает Тяжелый пасмурный туман Ноги и холмы обвивает Печальный лес и дол завялый Проглянет день и уж темно И будто путник запоздалый Стучится буря к нам в окно Так поздним хладом пораженный Как буря слышен зимний свист Один на ветке обнаженный Трепещет запоздалый лист Уж небо у осень дышало Ущежье солнышко блистало Короче становился день Лесо в таинственной осень с печальным шумом Обнажалось Ложился на поля туман Гуси крикливых караван тянулся к югу Приближалась довольно скучная пора Стоял ноябрь уж у двора До сладостной весны Простился я с блаженством и с душою Уж осенью холодную рукою Главы берез и лип обнажены Она шумит в дубравах опустелых Там день и ночь Кружится желтый лист Храняет лес багряный свой убор Сребрит морозу вянущее поле Проглянет день, как будто поневоле И скроется за края кружных гор Пылай камень в моей пустынной гейле И ты вино осеннее стужи, друг Пролей мне в грудь отрадное похмелье Минутное забвение горьких мук На вис покров угрюмой ноши На своде дремлющих небес Безмолвной тишине почили долой рощи В седом тумане и дальний лес Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы Чуть дышит ветерок, уснувший на листах И тихая луна, как лебедь величавый Плывет в серебристых облаках Таится под травой прохлада ручека И в кистях виноград на холма золотится И тихо, зыблемый дыханием в серка По нивам желтый класс струится Смотри, какой здесь вид Из бушек ряд убогий За ними чернозем, равнины скат от логий Над ними серых туч густая полоса Где нивы светлые? Где темные леса? Где речка? На дворе у низкого забора Два бедных деревца стоят в отраду взора Два только деревца И то из них одно дождливой осенью Совсем обнажено И листья на другом размокнув и желтее Чтобы лужу засорить, лишь только ждут пареи Не стану я жалеть о розах Увядших с легкую весной Не мил и виноград на лозах В кистях созревших под горой Краса моей долины злачной От рада осени золотой Продолговатной и прозрачной Как перстить девы молодой Лаская пышные брега И светлой роскошью природы Озарены холмы и луга Где скал нахмуренные своды Ненастный день потух Ненастной ночью Глопа небу стелится одеждою свинцовой Как привидение за рощу И сосновой луна туманная взошла На утренней заре пастух Не гонит уж коров из хлева И в час полуденный в кружок Их не зовет его рожок Осенний ветер тучи гнал Дышало небо влажным хладом Нева шумела Бился вал, а пристань набережной стройный Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Болдина Багряно-золотистая, розово-изумрудная, немного тоскливая осень Болдинская осень Очаровываясь буйством красок, свежим дыханием ветра и богатой природы увидания Создает он в эту пору шедевры и в поэзии, и в прозе Новые строки так и просятся лечь на бумагу шедевральными произведениями Мотива печали утраты в осне нет Поэтические строки заставляют восхититься, задавь дыхание от того, как прекрасно пышно увядающая природа Пушкин пишет о хрупкой красоте осени, преломляющейся в косых скулах дождя и ярких акварельных пятнах листопада Яркая картина, щедро расцвеченная царскими оттенками золотого, багряного, осложняется драматическим предчувствием конца, неизбежного увядания Октябрь уж наступил Уж роща отрыхает последние листы с ноги их своих ветвей Вдохнул осенний хлад, дорога промерзает, журча еще бежит за мельницу ручей Но пруд уже застыл Сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотой своей И страж дут озими от бешеной забавы, и будет лай собак, уснувшие дубравы Не поздней осени бронят обыкновенно Но мне она мила, читатель дорогой, красою тихою, блистающей смиренно Так нелюбимое дитя в семье родной к себе меня влечет Сказать вам откровенно, из годовых времен я рад лишь ей одной В ней много доброго Любовник нечеславный, я нечто в ней нашел, мечтою своей нравной Как это объяснить? Мне нравится она, как, вероятно, вам чахоточная дева порой нравится На смерть осуждена бедняжка клонится без ропота, без гнева Улыбка на устах увянувших видна Могильной пропасти она не слышит, дева Играет на лице еще багровый цвет Она жива еще сегодня, завтра нет Унылая пора, очей очарование Приятно мне твоя прощальная краса Люблю я пышные природы увядания В багреце в золото одетые леса В их сенях ветра, шум и свежее дыхание И мглой волнистую покрыты небеса И редкий солнцу луч И первые морозы И отдаленные седой зимой угрозы И с каждой осенью я расцветаю вновь Здоровья моему, полезен русский ход Привычком бытия, вновь чувствую любовь В чердой слетает сон, в чердой находит голод Легко и радостно играет сердце кровь Желания кипят Я снова счастлив, молод, я снова жизни полна Таков мой организм Извольте мне простить, ненужный прозаизм Идут ко мне коня В раздолье открыто махая гривы он всадника несет И звонко под его блистающим копытом Звенит промерзлый дол и трескается лед Но гаснет краткий день И в камельке забытом огонь опять горит И яркий свет леет, и тлеет медленно А я пред ним читаю и льду мы долги И в душе моей питаю И забываю мир И в сладкой тишине я сладко усыплен своим воображением И пробуждается поэзия во мне Душа стесняется лирическим волнением Трепещет и звучит И ищет, как во сне излиться наконец свободным проявлением И тут ко мне идут незримый рой гостей Знакомцы давние, плоды мечты моей И мысли в голове волнуются в отваге И рифмы легкие навстречу им бегут И пальцы просятся к перу Пирог бумаги минута И стихи свободно потекут Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге Ночью матросы вдруг кидаются Ползут вверх-вниз И паруса надулись ветра полный Громада двинулась и рассекает волны Вот север тучей нагоняя Дохнул, завыл И вот сама идет волшебница зима Пришла, рассыпалась Клоками повисла на суках дубов Легла волнистыми коврами Среди полей, вокруг холмов Газ недвижную рекою Сравняла пухлой пеленою Плеснул мороз И рады мы Проказом матушки зимы Клоками повисла на суках дубов Несмотря на то, что поэт любил осень, он был очарован великолепием русской зимы Зима для Пушкина – это целая гамма разнообразных впечатлений От скуки до неудержимого веселья Именно в зимнем месяце в жизни Пушкина происходили все наиболее значимые события Первые пушкинские стихи о русской зиме родились в 1824 году в Михайловском Сквозь волнистые туманы пробирается луна На печальные поляны лед печально светана По дороге зимней, скучной, тройка борзая бежит Колокольчик однозвучный утомительно гремит Что-то слышится родное в долгих песнях имщика То разгулье удалое, то сердечная тоска Ни огня, ни черной хаты, глушь и снег Навстречу мне только версты полосатые попадаются одни Когда мы читаем о том, как волшебница зима преображает все вокруг Так и кажется, что мы физически чувствуем этот снег И то, как дворовый мальчуган катает собачку на маленьких санях Строки его произведений способны поднять настроение И создать неповторимую атмосферу Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь Прозды пушистые взрывая, летит кибитка удалая Имщик сидит на облучке, в тулупе в красном кушаке Вот бегает дворовый мальчик, в салазку жучку подсадив Себя в коня преобразив Шалун уж заморозил пальчик Ему и больно, и смешно А мать грозит ему в окно Пушкин любил зиму и заражал свою любовь у других Суровую зимой я более доволен Люблю я снега В присутствии луны, как легкий бег саней с подругой Быстр и волен Пока под соболем согрета и свежа Она вам руку жмет, пылая и дрожа А теперь представим себе полутемную, освещенную только светом свечи, комнату За окном метель, юга Из дитка сквозь тучи пробивается лунный свет За столом сидит Александр Сергеевич и пишет Пури мглою небо кроет Выхли снежные крутят То, как зверь она завоет То заплачет, как дитя То по кровле обветшалой Вдруг соломой зашумит То, как путник запоздалый К нам в окошках застучит Наша первая мальчушка И печальная истинка Что же ты, моя славышка Преумокла у окна И не будет залывания Ты мой друг, куда лета И не требуешь почутания Твой доме и цвета Выпьем доброе подруге Бедный юношек, мы выпьем в горе Те же груза, те, кто вводит Бой мне песню, как снится Их-то самое желанное Бой мне песню, как снится На водой поле Гуляю небо крови Их-то снежные грудья То, как зверь она завоет То заплачет, как дитя Выпьем добрая подружка Ведь для юности моей Выпьем злоя, где же кружка Сердце будет веселей В лице огонь и словно бы слышишь строки любимых песен и сказок, слетающие из уст дорогого сердцу человека. В стихах Пушкина представлены все четыре времени года, но зима особенно хороша. Учитесь Пушкина читать, не просто пробегать глазами, как часто делаем мы с вами, а видеть, слышать, встречи ждать. Учитесь Пушкина читать, и он вам обрести поможет мечты, которые, быть может, уже успели потерять. Учитесь Пушкина читать, без торопливости и лени, и связь времен и поколений вас не устанет удивлять. Учитесь Пушкина читать. Что Пушкин для меня? Слизней однообразной вереницы, он для меня, как дивный жар птицы, как дар волшебный счастья и добра. Мой Пушкин — море красоты, волшебный кроза очарования. Он факел на моем пути, несущий свет, добро и сострадание. Наш Пушкин жив, следы исчезнут поколений. Но жив поэт — бессмертен гений. Ну что ж, дорогие гости, а в гостях у нас сегодня, я сейчас зачитаю, Максим Владимирович Селезнёв, советник-посланник посольства Российской Федерации в Республике Армения, Виктория Михайловна Зерипаска, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Армения, Лилия Гургеновна Баласанян, президент Армянской ассоциации учителей русского языка и литературы. И также другие уважаемые гости, я хочу, наверное, вам сказать, что мы показали сегодня вам очень маленькую толику того, чего наша метода объединения русского языка, чем занималась, что творила, другого слова не нахожу, к юбилейному году. В юбилейном году мы показывали и викторины, и конкурсы, и литературно-музыкальные композиции. И, ну, есть такое слово «изощряться». Вот действительно, это так. И последнее вот наше произведение, идея Натальи Гарьевны «Времена года» Александра Сергеевича Пушкина, которую вы только что видели. Я хочу поблагодарить всю методу объединения за большую кропотливую работу в течение этого года. Я хочу также, поскольку у нас такие почетные гости, поблагодарить их за то, что была дана возможность по приглашению Санкт-Петербурга посетить 12 детям, учащимся, и двум учителям. Это прекрасный город, они получили массу удовольствия и, наверное, незабываемые впечатления на всю жизнь. И это благодаря также нашему поддержке Россотрудничества «Русского дома». Спасибо вам большое. Большое спасибо всем, кто окунулся сегодня в течение одного часа во все времена года. Весна, 6-й, 4-й класс. Лето, 7-й, 3-й и 5-й класс. Осень, 8-й, 7-й класс. И 9-й, 1-й класс. То, что я говорила в начале. Преемственность поколений, начиная с начальной школы во дворе, на первом этаже сказки. И здесь, в зале. Пушкин жил, Пушкин жив, Пушкин будет жить. Уважаемая Наталья Гариевна, дорогие ученики, учителя и родители, близкие, учащиеся. Я здесь уже второй год. И каждый год это какие-то новые сюрпризы, открытия. В этом году мы медленно прошлись по этажам школы. Я с удовольствием отметил, с каким проникновением самые маленькие и самые взрослые учащиеся школы читают Пушкина. И мне, честно говоря, даже обидно, что мое поздравление будет не в стихах. Тем не менее, каждый год в июне в России, в Армении и во многих странах мира мы отмечаем день рождения великого русского писателя, поэта и создателя современного русского языка Александра Сергеевича Пушкина. Именно поэтому, именно 6 июня отмечается Международный день русского языка. И мне очень приятно, что сегодня я смогу его, точнее смог, отметить его вместе с пушкинцами. Вот как сказала Наталья Гориевна, уже некоторые пушкинцы в пятом поколении учатся в школе. И это замечательно. Это как раз та преемственность поколения, о которой сегодня так много говорят и которая так значит. И в этой связи мне приятно также будет зачитать поздравление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова по случаю Дня русского языка. Дорогие друзья, 6 июня мы отмечаем 220-летнюю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. И в эту дату мы празднуем Международный день русского языка. На родном языке Пушкина и Толстого, Достоевского и Тургенева созданы всемирно признанные достижения российской культуры и науки. Трудно переоценить русского языка как средство межнационального и международного общения. На сегодняшний день на нем говорят более 250 миллионов человек планеты. Его востребованность подтверждается широким использованием в качестве официального или рабочего языка различных многосторонних структур. День русского языка включен в международный календарь знаменательных дат Организации Объединенных Наций. В рамках программы развития, многоязычия и культурного разнообразия. Широкое распространение русского языка, общая история, разветвленные экономические и межчеловеческие связи создают прочную основу для укрепления интеграционных процессов на евразийском пространстве. Особо отмечу создание Международной организации по русскому языку, учрежденной в октябре прошлого года по инициативе президента Казахстана Такаева. И открытый для присоединения всех, без исключения государства. Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую признательность представителям общественности, российским соотечественникам, которые проживают за рубежом, многочисленным друзьям России, вносящим лепту в сбережение русскоязычного пространства, в продвижении культурно-исторического наследия нашей Родины. Убежден, празднование Дня русского языка, приуроченного к юбилею великого поэта, послужит развитию межгосударственного гуманитарного сотрудничества, поддержание атмосферы дружбы и доверия международными. Сергей Викторович Лавров. АПЛОДИСМЕНТЫ Но в продолжение, дорогие друзья, я хотел бы сказать, что для Армении русский язык не чужой и не лишний. Многие в стране считают его вторым родным языком. Он связан крепко с экономическим ростом страны и укреплением ее безопасности. Вместе с русским словом в Армению 200 лет назад пришло освобождение армянского народа от османского и персидского пробощения. Сейчас мы стремимся укреплять наши межнациональные и межгосударственные связи. И русский язык служит важным инструментом в этом процессе. Также не стоит забывать, что благодаря русскому языку в мире узнали весь великий армянский эпос, армянскую поэзию и прозу. И хотел бы сегодня поздравить нас еще раз с Днем русского языка Александра Сергеевича с прекрасным юбилеем. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья. Поддерживаю слова Максима Владимировича. Хочется сказать словами, но на ум приходит только перефразирование. Я вспомню чудное мгновение. Передо мной являлись вы. И не только как зрители, но и наши участники. Меняются эпохи, сменяются века. В вашей школе без малого сто лет. И перо меняется на шариковую ручку. Шариковая ручка меняется на цифровой планшет. Но тот дух, который задал Александр Сергеевич Пушкин, витает в этой школе. Спасибо вам огромное, что вы на протяжении многих десятилетий его сохраняете. И это заслуга педагогического коллектива. Это заслуга тех выпускников, которые за 87 лет существования школы передавали любовь и к образованию, и к русскому языку. И, естественно, к нашему солнцу русской поэзии, который чтят во всем мире. И сегодня, в эти моменты, когда мы с вами в зале, на перевале у села Гергер собирается интеллигентная публика, которая читает стихи у памятника Пушкину. Поэтому вот такая, знаете, интерактивная большая карта любви к поэзии связывает нас всех вместе. Спасибо вам большое. И, конечно, хочется сказать слова благодарности директору и выразить Наталье Агарьевне за организацию и проведение мероприятий. В течение года вы жили Пушкиным не только как имя школы, но и как великого поэта. Спасибо большое. Хотим вам сказать спасибо. Небольшое пополнение вашей библиотеки, подарочное издание стихов Пушкина. Спасибо вам большое. Спасибо. И, конечно, хочется сказать большое спасибо методическому объединению учителей русского языка школы. Спасибо, что вы сохраняете. Для нас это очень важно. И завтра в парке влюбленных в 16.00 российский центр Нокио-культуры проводит большой Пушкинский фестиваль. Ребята, вы сегодня пели, а завтра вы можете быть зрителями. Приходите наслаждаться. У нас будет мороженое, Пушкин, стихи, романсы. Приходите просто испытать удовольствие быть зрителем. Тем более парк влюбленных когда-то назывался парком Пушкина. Так что добро пожаловать. Спасибо большое. Спасибо.